Предупрежден, значит вооружен. В областном онкодиспансере проходит декадник информирования о меланоме и раке кожи. С начала года с этими заболеваниями к специалистам обратились 83 североказахстанца. Как обезопасить себя и своих близких, вовремя обнаружить болезнь и вылечить ее, нашим корреспондентам рассказали на брифинге. До начала лета остались считанные дни. Наступит пара отпусков и походов на пляж. Это время, когда мы будем активно загорать и восполнять дефицит витамина D в организме. Но при этом медики напоминают, не стоит забывать, ультрафиолет может принести вред. Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами, работа на открытом воздухе, частые походы в солярий. Это одна из причин возникновения рака кожи. В прошлом году такой диагноз поставили 197 североказахстанцам, а в 2019-м – 77. С различными эпителиальными опухолями, злокачественными опухолями кожи. Что это? Это относительно безобидная базальома. Это рак кожи плоскоклеточный, различные роговивающие чаще, ну и бывают и нероговивающие формы. Большинство этих пациентов берется на учет в первой стадии. А именно 88%, 12% обратились уже со второй стадии. Раннее диагностирование позволяет быстро и эффективно подобрать методику лечения и побороть болезнь. Одна из самых опасных и агрессивных разновидностей рака кожи – меланома. Злокачественное новообразование появляется на месте так называемых переродившихся родинок. Мелкие клеточки, из которых состоит меланома, они способны пролезть в любую щель, по большому счету. Поэтому это активно метастазирующая болезнь. Борьба с этим заболеванием весьма сложна. Если рак кишки, например, в третьей стадии мы вполне успешно можем лечить, то есть давать хороший прогноз, например, то в отношении меланомы до третьей стадии мы уже такого прогноза дать не можем. Травмирование родинки, ее рост, краснота и зуд, выцветание – все это поводы для беспокойства и причины обратиться к специалистам. Получить подробную консультацию про рак кожи и другие виды одного из самых опасных заболеваний северокзахстанцы смогут на дни открытых дверей в субботу. Он будет проходить с 9 утра до 6 вечера в областном онкологическом диспансере.